Восьмое марта на носу, а вы еще не знаете, как порадовать своих женщин, лучший подарок начала весны – букет, символ красоты и внимания. Рустам, ну розу в целлофане уже давно никто не дарит. Пойдем, профессионалы дадут тебе хорошие советы. Сейчас в моде неординарные идеи. Флористы комбинируют разные по виду и величине цветы, но от она в такое время года лучше выбрать нежнее. Для нашего букета мы возьмем за основу гортензию, ранункулюс, местная фрезия, которая добавит нежный аромат, розочку, Дэвида Остина, пинкахара, тюльпанчик тоже наш местный, веточку сирени, потому что у нас все-таки весна. Теперь собираем цветы в трендовой асимметрии, придерживаемся правила треугольника. Есть центр и пошли в бока. Один бок должен быть повыше, другой пониже, то есть акцентная сторона. Пришло время добавить зелень, что придаст свежесть, сочность и легкость. В нашем случае это эвкалипт. Имеет очень приятный аромат, он будет добавлять дома, особенно в тепле, аромат раскроется еще больше. Важный момент – упаковка букета, она должна быть в тон цветам, свои тенденции и в материале. Очень актуально – это корейская обматовая пленка, корейская тишью непромокаемая. Осталось завернуть последние штрихи и вот такая красота у нас получилась. Действительно очень весенний, такой свежий букет. Да, мне кажется, это просто идеальный вариант для 8 марта. Мастер-класс не прошел даром, кто-то уже усвоил урок по трендам флористики. Как? Да. Это тебе. Спасибо большое, Рыста, мне очень приятно. Слушай, ну другое дело, такой красивый букет. Главное теперь сфоткать в соцсети, потому что никто не поверит, что у меня такой классный оператор. Ну а если ваша дама настоящая сладкоежка, то вот вам совсем необычный вариант, как ее удивить – съедобный букет. У нас в основе зефиры-конфеты, первым делом надеваем их на шпажки. Так как это занимает некоторое время, я предлагаю вам мне помочь. Ну я с удовольствием. Перчаточки. Процесс несложный, но очень увлекательный. Дальше все нужно собрать и закрепить шпажки скотчем. Основатель фудфлористики, девушка по имени Анна, она живет в Питере. Оформляем, как обычный букет, упаковка, бантик и вуаля. Сладенький, весенний и приятный. Слушайте, ну а из чего еще он может состоять? Из каких ингредиентов? Из сухофруктов, фруктов и даже из шаурмы. А это уже вариант для нашего оператора. Рустам, жди ответ в ближайший праздник. Екатерина Серегина и Рустам Файзулин. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok